Друзья, всем привет! Меня зовут Катя, многие знают меня как Кейтис, и я прошла темный ретрит на Вале. И сейчас, спустя 4 дня, я начинаю чувствовать готовность вообще в целом поделиться своим опытом. Первое, что хочу сказать, что этот опыт довольно сложно поместить в словесную форму, потому что там в темноте многие процессы начинают проходить на более тонком плане, стирается граница между внутренним и внешним миром, и по этой причине опыт проживается больше на уровне ощущений, на уровне энергии, и для того, чтобы ощутить эффект и влияние этого опыта, необходимо время. То есть, как и любое, сначала у нас идет изменение на уровне энергии, на уровне мысли, и для того, чтобы эти изменения в нашу физику, в материальный мир внедрились, необходимо прямо время. И я сейчас чувствую, что тот опыт, который со мной произошел, он только сейчас начинает потихоньку раскрываться, и я начинаю вообще в целом осознавать, что это было, вообще реально, что это было. И, вероятно, этот опыт будет раскрываться не неделю, не две, а, возможно, месяцы. Вот. Но это я понимаю сейчас, когда начинаю вообще в целом понимать, да, вот вообще, что это было. Но тогда в моменте я жестко обесценила свой опыт прохождения, так как, во-первых, была неподготовлена, во-вторых, ждала, знаете, просветления здесь, сейчас. Это одна из самых главных вообще ошибок практикующих, о которой я знала, ну, то есть я не первый год в практиках, но у меня были определенные ожидания на темный ретрит, что как бы, да, просветлиться же надо, чтобы ко мне кто-то пришел, рассказал, как мир устроен. Вот спойлер, такого у меня не было. Всем привет. Прошел час, как я вышла с темного ретрита. День три, зачитаю. Я ничего не поняла, иногда я плачу, вчера хотела выйти. Смысл не найден, я сплю, ем, сру, сплю, ем, сру. Это, если говорить о том, как я ощутила почти большую часть этого ретрита. Изначально я планировала зайти на четыре дня, но вышла раньше, провела в ретрите, получается, трое суток и полдня. Но давайте обо всем по порядку. Первое. Многих интересовало, в каких вообще условиях это проходит и какая организационная часть этого ретрита. Всего на территории четыре домика с разным уровнем оснащенности. Я выбрала домик под номером три. Сам домик круговой формы, что тоже имеет влияние на внутренние процессы. И по периметру прошиты зеркала Козырева. Благодаря им поле человека, который находится в этом домике, более чистое, потому что туда не проникают 3D, 5D излучения. И намного проще войти во внутренние процессы. Я, кстати, была в зеркалах Козырева в Питере. Козырев — это российский ученый. Если вам интересно, вы можете подробнее эту тему почитать. На темном ретрите... Ой, мурашки пошли. На темном ретрите это, правда, очень важно, чтобы быть наедине с своей мыслью. И я реально ощущала, что чужих мыслей нет. Нет у меня никакого влияния. Вот только я, чистая, голая, правда. Вот. В домике есть все необходимое. Был ортопедический матрас, ортопедическая подушка. Плюс я еще свою подушку взяла, я их там потом меняла. Это очень удобно, потому что большую часть времени я провела лежа. Вот. Душ, туалет, мягкие углы, чтобы не пораниться. Про углы, кстати, я заметила уже только в темноте, когда я так осматривала комнату. Ну, я этого не заметила, естественно. Йога-коврик, фонарик на экстренный случай. Вот. И многих также интересовало питание. То есть, а как есть? Ну, ешь в абсолютно темноте. Прямо реально в темноте на ощупь. Но что удобно, что вот есть кое-окно, куда подают еду. Еда заказывается опционально. То есть, в сам ретрит входят соки три раза в день и вода. А еду можно заказывать дополнительно вегетарианское. И так, кстати, было вкусное. Мне это понравилось. И я с собой еще брала чипсики похрустеть. И, по сути, приема пищи — это единственное, чем можно определять, какое сейчас время суток, сколько сейчас времени. И это здорово, что это было, потому что без этого, я не знаю, как бы мой контролирующий ум вообще в целом справился. Пахнет сыростью только мне. Вот это прям вообще не нравится. Сейчас полосанты зажжем. А курень помещения. Второе — это подготовка. Вообще, практика темного ретрита — это очень глубокая и серьезная практика, которая требует вот прям нормальной такой подготовки. Я же пошла по импульсу, по отклику, не готовясь. Накануне пила алкоголь, хотя обычно в своей жизни я этого не делаю. Но вот как-то вот у меня вот так произошло, что я просто пошла. И единственная моя подготовка, пожалуй, к этому ретриту было то, что вот у меня был опыт прохождения випассаны, опыт дыхательных практик, опыт телесных, танцевальных практик, телесных ретритов. То есть в целом опыт нахождения самой собой, управления своим вниманием, что очень важно, у меня имелся. То есть это то, что позволяло не сойти с ума, находясь 24 на 7 в темноте со собой. То есть там не на что отвлечься. И, например, в сравнении с випассаной, на випассане можно смотреть на окружающий мир, на еду, да, это практика молчания, ты практикуешь ежедневно большую часть суток, и это действительно сложно, но там все равно, по моему опыту, проще, чем вот на темном ретрите, потому что невозможно ни на что отвлечься, ни на что посмотреть, даже там на руки на свои, ну, просто их не видно. То есть темный ретрит — это прям тотальная темнота. Не видно своих силуэтов, зрение не привыкает к темноте, и темнота, она совершенно другая там. Но так как я шла по отклику и такая «все», я настраивалась, что это как будто простая практика, и так оно для меня в большей степени и прошло. То есть очень многое в практиках зависит от того, какое намерение мы перед собой ставим, то есть зачем мы туда идем. И, честно говоря, конкретного намерения и прям конкретного запроса у меня не было, потому что мне не хватало ясности, вообще в целом опоры, что ли. Такой был интересный период. И вот мое «до». Это я до темного ретрита. Я сейчас сижу, записываю свои мысли, и даже не могу сформулировать, что именно меня сюда привело, чего именно я хочу понять, какой мой запрос. Пожалуй, ясность. Ну и теперь погнали по дням. В первый день, когда я приехала, получается, осмотрела местность, запомнила, где что находится примерно, и мы договорились, в какое время выключат мне свет. Свет находится в выключении снаружи, что, кстати, интересно, потому что ты не можешь включить. Дверь всегда открыта, ты всегда знаешь, где выход. То есть это для того, чтобы было ощущение, что ты всегда можешь выйти, что ты в безопасности, и это не тюрьма. Вот. Выключаю свет. Я ожидала, что мне будет страшно. Я думала, что мне будет страшно, потому что я периодически боюсь темноты, но это другая темнота. И я осознала, что мне страшно не темноты, а того, что я могу увидеть в этой темноте. А когда ничего не видишь, соответственно, нечего бояться. Ну, правда. То есть темнота, она ощущается вообще иначе. Она такая, в ней прям плавать можно. То есть у меня было ощущение такое, что она такая объёмная, интересная, дружелюбная. И первые вот пару часов я просто рассматривала эту темноту. Мне было сложно о чём-то прям конкретно думать, потому что всё вот моё внимание было вот на осознание темноты. И вообще это что интересно, что всё тело же погружено в темноту. Всё, то есть не только глаза, пальцы рук, кожа, это же тоже всё ощущается. И вот само тело, оно такое, вау, а где мы? И меня удивило, что я довольно быстро привыкла к темноте. И дальше у меня не было никаких панических атак, страхов. Я когда засыпала, просыпалась, как бы я понимала, что я в темноте. И мне было абсолютно окей с этим. Дальше второй и третий день я испытывала разные состояния, наблюдала разные состояния, поднимались на поверхность страхи. Страхи больше такие иллюзорные, которые накидывал мне мой ум. Эти страхи больше основаны на страхе одиночества и то, что я не могу контролировать. Но я довольно быстро их проживала и переставала за них как-то цепляться. То есть они не вызывали во мне прям каких-то вот таких чувств. Но были моменты, когда прям телесно мне хотелось плакать. Приходили образы, приходили ситуации. Причём приходили старые ситуации. Я прям такая, вау, я про них забыла из жизни. И вот это всё перепроживалось. И как я уже сейчас могу примерно вообще в целом осознать, что это было. Мне приходили, возможно, ключевые моменты, которые повлияли на мою жизнь как-то, на мои решения. Интересно то, что это прям как картинки. Ну то есть хоть я и находилась в темноте, в тотальной, из-за того, что мыслительные процессы происходили, и меня уносило вот в прошлое, в перепроживание этих ситуаций, я как будто бы там была. То есть как будто кино смотришь, пересматриваешь свою жизнь, а потом бах, я такая так, стоп, я вообще-то в темноте и возвращаюсь обратно. Это показало мне то, что на самом деле я и в жизни в таком вот, в реальном, где есть свет, часто нахожусь вот в этом состоянии. Но не всегда приятно, просто из-за того, что есть внешние факторы, на которые можно отвлечься, я его не замечала. И в целом, как одно из таких откровений, это то, что на темном ретрите у меня вот первые три дня не было ни одной позитивной мысли, вообще ни одной. Мне приходили какие-то страшные чудовища, там, еще что-то. Причем они не со мной рядом стояли, я понимала, что это продукция моего ума. И я такая, блин, а можно кто-нибудь другое посмотреть? Я их убирала, они опять появлялись, какое-то другое. Думаю, так, ну, все, понятно. И вот столько вот каких-то негативных мыслей, страхов, и это же все влияет на жизнь. И я и плакала, я прям плакала, плакала, потом наблюдала, потом снова плакала, потом поднимались состояния бессмысленности, которые, с одной стороны, очень тяжело проживаются в моменте, но, с другой стороны, позволяют пойти в исследование и найти новые смыслы. В целом, были желания выйти на второй, на третий день, но вышла я, кстати, раньше. Да, я уже говорила, почему. Почему? Потому что я заходила там с вопросом, на третий день у меня не было решения этого вопроса, я такая, ну, все, мозг такой, ну, это бессмысленно, мы тут ничего не найдем, мы теряем время, вот, надо пойти жить. И на конец третьего дня мне пришел ответ, я такая, ну, все, ответ есть. Он прям, не то чтобы был новый, то есть я его знала, но он из тела, да, то есть на него прям вырабатывалась энергия, и я была в нем уверена в этом ответе. Опять пошли мурашки. Да, для меня открылась еще вот эта вот история с силой слова. Мы можем говорить одинаковые слова с вами, но у каждого из нас слово будет заряжено своей энергией. Этот заряд зависит от опыта, который мы прожили. И снова пошли мурашки. И я потом анализировала вообще почему, что, и поняла, что вот весь этот опыт, бессмысленность, отсутствие смыслов, ориентиров, хотя вроде все хорошо, да, я его понимаю, это все нужно для того, чтобы я пошла в глубину и прожила вот то подсознательное, что меня ограничивало. Для того, чтобы дальше на уровне энергии и слов нести это своим ученикам, окружающим людям и просто всем тем, кто находится в моем поле. Я ушла на четвертый день, то есть не прожив еще полные сутки. На четвертый день у меня уже начал вырабатываться гормон DMT. Это вообще в целом то, за чем ноги идут. Но так как я не изучила вопрос заранее, я не понимала. Ну вот гормон DMT супер. Он вырабатывается при рождении, он в больших количествах, и вырабатывается в больших количествах при смерти. Этот гормон до сих пор и следует. И фишка в чем? Фишка в том, что этот гормон, он природно вырабатывается телом человека, когда он находится в темноте. И древние практики, вот это вообще же древняя, одна из самых древних практик, даосских, вроде тибетских, каких-то вот, честно, я не до конца изучила этот вопрос в плане информации. То есть я в теории знаю, но какие-то ссылки вам сейчас не смогу сказать. Но вот фишка в том, что тело человека, оно вырабатывает этот гормон, начинается выработка на третий день, а на седьмой там уже вообще полеты, жизнь между жизнями, то есть это все можно смотреть. Но вообще в целом, там, да, картинки, да, там жизнь между жизнями, зачем? То есть какая ценность в этом? Ценность в этом такая, что этот гормон синхронизирует подсознание с сознанием и как раз стирается границей между внутренним и внешним миром, что позволяет перепрошить свои какие-то установки, то, что ограничивает, вот на уровне подсознательного. Я думаю, что многие из вас слышали, знают, что подсознание нами управляет. То есть мы осознаем какой-то небольшой процент всей жизни, а в основном наши реакции, решения, действия, они основаны на решениях, которые находятся у нас в подсознании, то есть то, что мы не осознаем. И это очень мощно, это очень мощно. И я вот сейчас понимаю, что на тот момент я была абсолютно не готова к тому, чтобы идти и вот что-то перепрошивать, потому что мне не хватало вообще сознания процессов. Но многие говорят о том, как там подготовиться, говорят о своих процессах, но я ни разу не находила источников, информации о том, как выходить из тёмного ретрита и что вообще с людьми происходит после. Потому что у меня лично так получилось, что основная часть процессов, трансформирующих, которые я начала осознавать, они начали проходить уже после ретрита. То есть получается, я вышла раньше, потому что у меня начались страдания. Я уже нашла ответы, которые искала. И дальше была, ну, чувствовала, что я не готова идти. И само решение мне было прям сложно принять, потому что я же всем рассказала, что я иду на 4 дня, да, а как вот я выйду раньше? И вот гордыня моя поднялась. И я долго думала, долго решалась. Вот это вот ощущение сомнения, это было отвратительное ощущение. Но когда я приняла решение выйти, несмотря на свою гордыню, признать вот это поражение, условное, да, что да, я не досидела, я не справилась, оно было для меня таким сильным, и я словно приобрела себя. Вот. То есть причина вот получается какая-то такая, что я просто почувствовала, что я хочу выйти, что я не хочу тренировать, продолжать дальше страдания, и мне так будет сейчас лучше, и что дальше я не готова. Вот. И когда я вышла, тут вообще интересно. Я же находилась в полной темноте, я вообще не видела очертаний ничего, и появился небольшой проблеск света, я начала видеть свои руки, и они секунд 15 собирались. То есть они вот так вот, юх-юх-юх-юх-юх-юх-юх-юх-юх-юх-юх. Хотя я меня, естественно, не двигала, я просто на них смотрела, и была такая, о-о-о-о-ой, то есть все там собирается. То есть выйти сразу и жить обычную жизнь, прям моментально, ну, невозможно, потому что весь мир материальный, он просто, ему нужно время на вот эту сборку, и я боюсь представить, вот я, получается, 3,5 дня была, то вообще какой эффект, когда 7 дней находишься в темноте, там же вообще полное растворение, в общем, это вау, я excited, забегая вперед, я бы повторила темный ретрит, вот, дальше я выходила уже дальше, прям поднималась на ступеньках наверх, чтобы увидеть вообще в целом стальной мир, это было время обеда, это был час дня, и было очень ярко, естественно, и весь мир такой еще дольше собирался, то есть это уже минуты 2-3, ну, наверное, но по ощущениям это, конечно же, дольше, то есть внутри собиралось все. Кстати, помню, что меня спрашивали, как ощущается время, ну, в темноте, оно ощущается, ну, не так, как оно ощущается в обычной жизни, то есть оно там дольше, то есть там 5 минут могут ощущаться как час. Почему я сейчас говорю так, потому что я, получается, вышла, еще час я просто вот так вот смотрела, втыкала, осознала вообще, что произошло, точнее, даже, знаете, это немыслительный какой-то процесс, это вот просто втыкаешь, втыкаешь, не думаешь ни о чем, просто смотришь, там, на облака, дождь пошел, мне чай налили, чай пила, и вот что-то такое, прям, очень погруженное в себя состояние, и в целом вот вопрос, типа, а как жить дальше? У меня настолько, вот мне понравилось быть, видимо, в темноте, что следующие сутки я просто такая, а вот мне непонятно, как жить в этом мире материальном, глаза очень уставали от света, очень много информации через зрение я получала, и прям чувствовала, как я устаю, и у меня нет сил. И после того, как я вышла из ретрита, я, получается, сразу поехала домой и просто не могла ни с кем говорить, мне как-то вот тяжело это было, находиться в целом в обществе людей, я пробовала пойти, там, на закат посмотреть на балийский в Ченгу, но просто ощущение людей рядом, это было очень тяжело. Я вернулась сразу же домой, села в практику, сидела с открытыми глазами, и интересно то, что мне настолько, видимо, вот было какое-то соединение с темнотой, что я с открытыми глазами, шторы были закрыты, но проходил свет, у меня в глазах все равно темнело, и я находилась в той темноте, в которой находилась в темном ретрите. Если бы поморгать глазами, то зрение возвращалось, но так как мне нравилась темнота, я сидела с выключенным светом, с открытыми глазами. Вау, это вообще. И как я поняла вот про вот этот вот час-пять минут, потому что тогда-то у меня уже появился телефон, и я просто смотрела на время, и я сижу и сравниваю в ощущениях, такая вот, и обычно я вот столько медитировала, смотрю это пять минут или шесть, ну то есть примерно такой момент. И я ожидала, что я буду в темном ретрите очень много танцевать, выполнять телесных практик, упражнений, потому что в обычной жизни я прям на это нацелена. Мне очень нравится заниматься телом и исследовать состояния, которые доступны при том, когда вот я смотрю в тело, как я это исследую, я соединяю танцевально-двигательную терапию с танцем, с потоковостью, но там мне было это абсолютно неинтересно. Ну то есть я что-то попыталась, подвигалась, но вообще не зажигала. И вот момент осознания, почему. Ну а сейчас случится, оу-е, потанцевать, кстати, первый раз вижу, как я двигаюсь своими руками. Оу-е, это просто волшебство, ребят. Я вообще смотрю и думаю, вау, это, это то, ради чего стоило выйти. Да, кстати, ещё одно такое откровение для меня. Я до этого опыта была уверена, что мне интереснее работать с внутренними ощущениями. Но когда я оказалась в полнейшей темноте, двигать телом мне казалось неинтересно. То есть мне интересно, видимо, в совокупности, вот сейчас я размышляю, потому что когда я вижу своё тело, вижу рисунки, которые оно создаёт, и при этом я нахожусь в присутствии, это вот то, что натренировалось у меня, она практиковалась в тёмном ретрите, вот присутствие, оно прямо успокаивает и наполняет, вот когда я присутствую в теле. И вот когда я присутствую, ой, мурашки пошли, класс. Когда я присутствую, и в этом присутствии у меня есть движение, и я его наблюдаю, вот это меня делает по-настоящему счастливой. Создавать рисунки, делиться этими рисунками, делиться этой энергией, и вот просто двигаться. Даже музыка на самом деле не нужна. Всё, что нужно, это видеть своё тело и ощущать его. Ещё из интересного, мне на второй или на третий день, я уже точно не помню, пришла практика по исцелению себя. Это у меня был один из запросов, это про любовь к себе, как себя любить, и там начинались процессы. Но я не смогу вам описать эту практику, потому что она пришла на уровень ощущений. То есть я могу сесть и воссоздать эти ощущения, вот какие ощущения мне смотреть, как их наполнять телом. И вот это, пожалуй, такое одно из самых ценных для меня приобретений, потому что я прям чувствую, я каждый день сейчас сажусь в эту практику, как мне становится прям хорошо и более целостно. И это не про компенсацию или замещение, это вот прям реально целостное состояние такое, очень приятное, из которого намного спокойнее можно действовать и легче не впадать в сравнение с другими людьми, с другими историями. Вот. Что еще есть приятного? Что в целом больше присутствия в теле, и несмотря на то, что мне довольно быстро пришлось войти в социум, я сейчас уже в Бангкоке, через пару часов у меня выезд на музыкальный фестиваль, Rolling Loud. Я пока не представляю, как вот это мое вот это состояние будет мэчиться с общим вайбом музыкального фестиваля, где, ну, есть все составляющие, это с разной вибрацией. Но если вот так вот произошло, значит, так оно вот и нужно, и самым лучшим образом для меня. То есть одно из таких вот тоже осознаний, что нет там плохого опыта, хорошего опыта. Я это и тоже знала, но вот я пошла в темный ретрит в период очень тяжелого и обесценивания себя. У меня прям кризис такой был. И сейчас, если в сравнении до-после, то сейчас стало больше опоры на себя. Постепенно приходят смыслы. У меня сейчас есть вдохновение, идеи. И в целом желание двигаться, что-то реализовывать. Стало снова лучше чувствовать себя. И вот это очень ценное приобретение, которое я могу, опять же, осознавать спустя какое-то время после ретрита. То есть в моменте мне прям... Мои программы, вот они прям там боролись друг с другом. Вот. Таким вот получился мой рассказ. Если меня спросят, рекомендую ли я своим друзьям темный ретрит, однозначно да. но с должной подготовкой, то есть быть готовым к тому, что это практика, в которой точно от себя не убежишь. И не каждый человек способен действительно выдержать это. Но если есть интерес, если есть запрос-отклик, то я больше чем уверена, что эта практика, она раскроется для вас лучшим образом. У всех вообще разные истории, разное проживание. Это был мой опыт. Вот. И за который я безумно благодарна, я вообще счастлива, что это со мной произошло. Если в следующий раз я пойду, я пойду уже на 7 дней. Очень многое можно сделать интуитивно, если довериться, вот как у меня это было, если довериться, и просто наблюдать, принимать себя. То есть в целом можно так. Но, наверное, для контролирующего ума, для большего спокойствия, если у вас будет арсенал из практик, если вы заранее позаботитесь о том, какие вы будете делать упражнения, возможно, и возьмете сет из йоги или из любых других физических нагрузок, это тоже будет хорошим таким бонусом. Почему? Потому что я, например, несмотря на то, что у меня в обычной жизни очень много активности, там вообще было мне неинтересно двигаться, и я большую часть времени лежала. И на четвертый день, это тоже еще одна из причин, почему я вышла, у меня жутко заболела область между лопаток, просто, у меня, чтобы вы понимали, ничего не болит. То есть вообще. А тут она так болела, и она встала, и начала двигаться с движением, это не прошло. Но потом я села в медитацию с прямой спиной, и это прошло. Это такое интересно. Вот. И еще одна такая, то есть тело прям начинает болеть от отсутствия нагрузок и какой-то деятельности, если в обычной жизни вы довольно много активности имеете. Вот. Просто имейте в виду, что такое может быть, и у меня потом еще и поясница начала болеть. Вот. Еще и мой период начался женский. Ну, то есть в целом полный пакет, знаете, темного ретрита. Ставлю лайк. Вот. Такая вот история. Я благодарю всех, кто досмотрел, кто проявил интерес к моему опыту, к этому видео. Если у вас есть вопросы, вы можете написать их в комментариях, я отвечу. Вот. Желаю вам всем замечательного времени суток, и чтобы вы не искали, вы обязательно это найдете. Ок. Всем пока. И до встречи в новых видео. Возможно, а возможно, нет. Нет.